Всем привет, это шестой урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия, в котором мы научимся закрывать петли. И сегодня я Вам покажу самые простые и распространенные способы, которых Вам хватит на начальном этапе за глаза. Закрытие петель нам необходимо для красивого и ровного завершения вязания какой-либо детали изделия, ведь мы не можем вытащить спицы из работы и оставить открытые петли. В таком случае все, что мы связали, у нас просто распустится. Поэтому смотрим и запоминаем. Способ первый. Мы снимаем первую петлю, вторую петлю провязываем. Образец у меня связан лицевой гладью, значит я все петли буду провязывать лицевыми. Смотрите, на правой спице сейчас находятся две петли. Так вот нам надо подцепить левой спицей первую петлю и перекинуть ее на вторую. На правой спице осталась одна петля. Провязываем следующую петлю. Снова перекинули первую петлю через вторую. Провязали, подцепили, перекинули. Так закрываем все петли до конца ряда. Если Вы уже обратили внимание, в процессе закрытия на правой спице может быть не больше двух петель. Когда мы провязали петлю, их будет две, после того, как перекинули одну петлю через другую, остается одна петля. Дошли до конца ряда, у нас осталась одна петля и нам нужно ее закрепить. Обрезаем рабочую нить и в эту петлю протягиваем хвостик нити. Затянули узелок, вязание закончено. И как Вы видите, при таком закрытии петель у нас получился вот такой ровный край, обрамленный косичкой. С изнаночной стороны все выглядит ровно, как будто провязан еще один ряд, а с лицевой стороны галочки лицевых петель как будто прижаты декоративной каймой в виде косички. Второй способ. Снимаем первую петлю, чтобы нить увести назад и возвращаем ее на левую спицу. Теперь заводим спицу слева направо в две петли и провязываем их вместе лицевой. Петлю с правой спицы возвращаем на левую спицу и снова провязываем две петли. Новую петлю переодели на левую спицу, провязываем две петли, возвращаем петлю и так далее. Закрываем все петли до конца ряда. Этот способ чем то похож на первый, но в итоге внешне он будет выглядеть иначе. В первом способе мы на правой спице перекидывали одну петлю через другую, а во втором способе провязываем по две петли с левой спицы. Последнюю петлю также нужно закрыть. Продеваем через нее хвостик нити, который только что ее обрезали. И посмотрите, как выглядит край при таком закрытии петель. Это лицевая сторона, вот что получилось у нас наизнанке. Согласитесь, внешне эти края выглядят по разному, но у них есть еще одно сходство, ни первый вариант, ни второй не тянутся. Вы видите, как растягивается полотно и как не хочет тянуться край у этих образцов. Чуть позже я покажу способ, у которого хорошая эластичность, а сейчас давайте посмотрим, каким способом закрывается резинка. Специально подготовила образец с двумя видами резинки, которые мы с Вами уже умеем вязать. Вначале у меня резинка 1х1 и дальше идет резинка 2х2, первую петлю снимаем, если перед нами лицевая петля, провязываем ее лицевой, перекидываем через нее первую петлю. Дальше идет изнаночная петля и здесь мы провяжем изнаночную петлю. На правой спице перекинем через нее первую петлю, и снова лицевая петля, затем изнаночная, снова лицевая петля, затем изнаночная. То есть, как и в резинке 1х1 чередуем петли через одну. Видим лицевую, провязываем лицевую, видим изнаночную, провязываем изнаночную. Вот мы дошли до резинки 2х2. Точно так же закрываем в ней петли по рисунку. Две лицевых, провязываем и закрываем, затем две изнаночных. Вот у нас последняя петля, провязываем через нее хвостик рабочей нити. И теперь посмотрите, как выглядит закрытие в резинке. Косичка расположилась ровно в торце, помните, в лицевой глади косичка лежит на лицевой стороне, а в резинке, за счет того, что мы провязывали то лицевые, то изнаночные, где косичка образовалась вверху, и такого ярко выраженного кантика здесь нет. В резинке такое закрытие растягивается чуть лучше, чем в лицевой глади, и чтобы растяжение было еще более эластичным, для закрытия я советую брать спицы на один или даже два размера больше, чем те спицы, которыми Вы вязали. Четвертый способ, это тот эластичный способ закрытия петель, о котором я Вам говорила. И этот способ тоже очень похож на первый. Снимаем первую петлю, делаем накид и провязываем следующую петлю. В итоге на правой спице у нас три петли. Теперь нам надо подцепить спицей накид, перекинуть его на провязанную петлю и следом перекинуть первую петлю. Вот так. На спице должна остаться одна петля. Снова делаем накид, провязываем петлю и перекидываем через нее сначала накид, потом петлю. Делаем накид, провязываем петлю. И смотрите, Вы можете по очереди перекидывать накид с петлей, а можно это сделать за раз, подцепляем их вместе и перекидываем через провязанную петлю. Это будет одно и то же. Сначала потренируйтесь по одной петле перекидывать и когда почувствуете уверенность, попробуйте вместе. А дальше для себя определите, как будет удобно, так и делайте. Провязали до конца и точно так же последнюю петлю затягиваем хвостиком нити. И смотрите, что получилось. Закрытый край выглядит даже больше, чем само полотно. Такое закрытие применяют там, где нужно сильное растяжение. И этот край тянется так же хорошо, как и само ввязаное полотно. В этой пряже на лицевой глади такое закрытие выглядит не очень, так что имейте в виду, варианты закрытия подбираются индивидуально для каждого изделия. Способ пятый. Покажу Вам еще один простой способ закрытия петель при помощи крючка. Крючок нужно взять немного меньше размером, чем спицы, на которых Вы вязали. Тогда Вам будет удобнее. И для закрытия крючком нам не нужна рабочая нить, поэтому вязание нужно развернуть. Если спицы короткие, передвигаем вязание на другой конец. Если спицы с леской, передвигаем вязание через леску на другую спицу. Поворачиваем работу так, чтобы нить осталась с левой стороны. Теперь берем крючок, заводим его в первые две петли и протягиваем одну через другую, снимая их со спицы. Затем заходим в следующую петлю и протягиваем ее в петлю на крючке. Так продеваем все петли по очереди, двигаясь в сторону рабочей нити. Для чего мы разворачивали работу? Для того, чтобы последнюю петлю можно было закрыть хвостиком рабочей нити. Смотрим, что у нас получилось. Край выглядит ровно и красиво, косичка не заваливается на лицевую сторону, но при этом этот край совершенно не тянется. Так что использовать его нужно только там, где растяжение не требуется, а наоборот нужна неподвижная фиксация. Итак, я показала Вам 5 способов закрытия петель. Если Вы их освоите, то на первоначальном этапе Вам этих способов хватит. Дальше уже постепенно будем изучать более хитрые и сложные способы закрытия петель. На сегодня урок окончен, надеюсь, что Вам были понятны мои объяснения. Встретимся в следующем занятии. Следите за выходом новых уроков. А по ссылке под этим видео Вы всегда сможете найти в одном месте все уроки Школы Шкатулка Полезностей от факультета рукоделия. Аплодисменты. Здесь не